В Духовно-просветительском центре Казанского кафедрального собора Элисты состоялся историко-просветительский проект Царско-Алексеевский казачий бал. Мероприятие было организовано отделом религиозного образования Элистинской калмыцкой епархии и посвящено дню те за именинство святого страстотерпца Цесаревича Алексия, которому в крещении было дано имя святого церковного и государственного деятеля Руси, митрополита московского и киевского Алексия. В Царско-Алексеевском казачьем бале приняли участие воспитанники Воскресной школы Казанского собора, кадеты казачьего кадетского корпуса из Гордовиковска, студенты колледжа искусства Минченкушова, калмыцкого филиала МГГУ. Красота нынешнего бального мероприятия является достойным событием. И я думаю, что послужат примером для того, чтобы бальные танцы были бы необходимой частью воспитания всех наших учебных заведений. Потому что тот, кто освоил красоту бального танца, он тогда может танцевать и современные, безусловно, танцы. Но это будет не просто перебирание ногами, а руками. Это будет что-то более осмысленное и более достойное. Мне было приятно. Каждый офицер должен был уметь хорошо танцевать. В танце это особенно чувствуется, когда мужчина ведет прекрасную женщину. И он становится в танце, он уже представляет себе такую надежную опору для партнерши. И чтобы в будущем также были надежными партнерами не только в танце, надежными партнерами в семье и защитниками нашей Родины. Также в ходе бала прошла передача песен воинам-защитникам Отечества от имени участников царско-алексеевского бала. Письма накануне написали воспитанники воскресной школы и кадеты казачьего корпуса в адрес мобилизованных с территории калмыки и военнослужащих. Коробку с письмами в треугольных конвертах принял участник добровольческого отряда БАРС-4, пообещав передать письма в боевые подразделения в ближайшее время. Царско-алексеевский казачий бал проходит в особых условиях. Многие наши сограждане, жители республики Калмыкия, отправились на защиту нашей Родины, проходят службу в вооруженных силах Российской Федерации, готовятся к тому, чтобы выдвинуться на боевые позиции. В завершении состоялась церемония награждения участников мероприятия. Юноши и девушки получили благодарности Листинской епархии и памятные подарки, а также благодарности были вручены педагогам. Субтитры создавал DimaTorzok